Я могу, конечно, ошибаться, и я не скажу, что это прям стопроцентная истина, но вот вспоминаю себя, я так благодарна моей маме, что она была строгой матерью. Я понимала, что я не могу вести себя как-то безобразно в ее присутствии, что я могу по-небратски к ней относиться, но я точно знала, если в моей жизни что-то происходит, я могу к ней прийти, и она никогда меня не осудит. Она выслушивала все мои влюбленности, она сидела вместе со мной и утирала мои слезы. Она никогда не была мне врагом. Вот ключевое, я думаю, ключевое поражение родителей заключается в том, что мы начинаем судить своих детей, забывая, что мы тоже влюблялись. Ее влюбленность и наша влюбленность — это разная влюбленность. Вы вспомните себя в 11 лет. Не надо так не доверять своим детям, что они настолько извращены, что пойдут сразу сексом заниматься. Позвольте ей пережить эту эмоцию, прочувствовать эту эмоцию. Как правило, девочка влюбляется в 11 лет, мама не хочет с ней говорить на эту тему, мама становится врагом, девочка все равно продолжает любить этого человека, прятаться в этих отношениях, а потом наступает проблема. Эти отношения, как правило, они очень скоротечны. Девочка остается одна в собственной боли, и что мы потом увидим? Подростковые самоубийства. И это проблема на сегодняшний день. Если бы у девочек был бы диалог с матерью, доверительный диалог с матерью, самоубийств было бы меньше. Порезанных вен в ванне было бы меньше. Но точно не быть ей врагом. Сказать «Хорошо, любите друг друга, приходите к нам, сидите, общайтесь при нас». Почему нет? Пусть с мальчиком познакомитесь, объясните ему, что вы серьезно настроены, что это не просто она где-то в подворотнях будет с ним там встречаться, а у вас на глазах. Ну детская подростковая влюбленность, она ее нельзя избежать, это же самое великолепное чувство, которое может человека постичь. Ну я помню свою влюбленность, я так любила, мне казалось, я так никогда никого не любила. Ну сейчас-то я понимаю, это глупость, но мне надо было ее пережить. Конечно, там не думаешь ни о какой интимной жизни, какая там может быть интимная жизнь, там же все такое красивое, такие чувства.